Истоком веры И людям в мире с ним плывет сургут, Святителем ведомым, и храм стоит, Святителем храним. Вот именно вот здесь, вот старый храм, там, где газончики сейчас отмечены крестом, где алтарь был, с этого началось духовное возрождение. Приход святителя Николая является как родоначальником всех церквей, всех приходов нашей Югры, нашего хантомансийского округа. Если я куда-то уезжаю в отпуск, я прихожу в наш храм, и я понимаю, что я домой, я вернулась домой к нашему любимому святителю Николаю. Сколько здесь крестилось, сколько здесь венчалось за эти годы, и скольким помогал и помогает святитель Николай, небесный подправитель, можно сказать, града сего, мир за сего, этого прихода. В далеких 80-х годах XX века в Сургуте началось возрождение духовной, православной жизни. И началось оно именно здесь, с небольшого домика, ставшего молитвенным оплотом людей, искренне и горячо верующих, от всего сердца, желающих, чтобы молитва шла в настоящем храме. И стремления их воплотились со всей полнотой. Сургутское возрождение у нас началось непосредственно вот с этого храма. Но мне хотелось бы отметить, что не только в Сургуте, а, в общем-то, если взять территорию вот с юга, то есть от Тобольска до Северного Ледовитого океана, начиная от Уральских гор и, не знаю, как далеко туда, на запад, за Тюменскую область, фактически это первое место, где была храмовая служба. Начало было 35 лет тому назад в деревянном храмике. Это первый храмик был не только для Сургута и для других городов в окружности. Это первое место, где начались богослужения и, конечно же, начали воцерковляться сургутяне. Вот именно вот здесь, вот старый храм, там, где газончики сейчас отмечены крестом, где алтарь был, с этого началось духовное возрождение. Потом появился отец Виктор. Отец Виктор, это тоже Господь его не зря сюда прислал. Это был большой подвижник, и большинство начинаний, что сейчас есть у нас, начинались еще при отце Викторе. С его руки здесь и получил храм благословения отца святителя Николая Мерликийского. И как-то получилось потом тоже с подачи отца Виктора, большей частью, чтобы святитель Николай стал покровителем города Сургута. Основался приход в 1987 году. Был зарегистрирован официально. И в этом же году приход обратился к архиерею, тогда правящему архиерею, Омскому Тюменскому, с просьбой выделить им священнослужителя. Тем самым был назначен сюда первый настоятель, отец Виктор Райш, протарей Виктор Райш, Царствие Небесное, но не покойный, был первым настоятелем этого прихода, фактически его вдохновителем, организатором. И приход, конечно, начал развиваться. Это был первый в постсоветский период, или в то время еще в советский период. Первый приход здесь не только в Сургуте, но во всей Югре. И он как основоположник дал свои плоды, свои корни. И с трудами отца Виктора были организованы приходы и в других городах, и в Нижневартовске, и в других городах нашей Югры. Сегодня приход отмечает, можно сказать, круглую дату 35 лет со дня его образования. Вот уже на протяжении 35 лет здесь действует община, посвященная именно святителю Николаю. Сколько здесь крестилось, сколько здесь венчалось за эти годы. И скольким помогал и помогает святитель Николай, небесный подправитель, можно сказать, града сего, мир за сего, этого прихода. Сколько вышло отсюда священнослужителей, монашествующих за весь этот период. И как не вознести сегодня слова благодарности Господу Богу. В данный момент храм святителя Николая, приход святителя Николая является как родоначальником всех церквей, всех приходов нашей Югры, нашего Хантамансийского округа. В данный момент, конечно же, храмов достаточно много у нас в разных городах, но любимый храм старых прихожан это всегда Никольский храм. Поэтому сейчас, конечно, община, как говорил еще отец Виктор, насчитывает себе более 500 священных церковнослужителей, выходцев именно с нашего Никольского храма. В трудах рожден молитвенным усилием людей, что души полагали здесь. Никольский храм Христовой веры крылья расправил всем неся благую весть. Были из той, я бы сказал, плеяды людей, кто пришли к Богу не благодаря чему-то, а вопреки. Вот они в то время, время безбожие, смогли вынести веру. Вот они собирались в первый приход. Среди тех, кто составил первый приход Никольского храма, были Иван Борисович Симонов, участник Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов, Елена Николаевна Самойлова, Нина Климовна Коровина, на квартире которой часто собирались для молитвы. Впоследствии Нина Климовна приняла монашеский постриг с именем Михаила. Здесь на территории был деревянный храм, так называем молебный дом, который перестраивался, реконструировался, к нему пристраивали все больше и больше помещения, потому что приход возрастал, приумножался, и люди не вмещались ни в само здание, уже даже и на территории не помещались в то время. Было принято решение уже другим настоятелям, который в то время управлял этим приходом, это игумен Петр Князев на Царстве Небесное, тоже недавно приставился как Господу, его трудами, его стремлениями был заложен новый храм, в котором мы сейчас находимся, и в принципе все строительство он нес на своих плечах, да, конечно же, с помощью организованного в то время благотворительного фонда община, председателем которого стал Рязанов Александр Николаевич и многие руководители и различных частных предприятий нашего города и градообразующих предприятий. И сегодня, если подвести итог, за 35 лет сегодня с начинающего маленького храмика у нас сегодня в нашей епархии, без югорской епархии, 160 храмов, часовин, где совершается богослужение, это вот, скажем, как результат того возрождения, как итог, начало, которое было положено именно здесь. Поэтому, конечно, оглядываясь вот за эти годы, прошли очень большие изменения. Первое богослужение в деревянном Никольском храме Сургута состоялось в ночь с 6 на 7 января 1988 года в праздник Рождества Христова. Освящение нового храма состоялось 22 мая 2009 года. В храме Святого Николая архиепископа Мирликийский Чудотворца два предела. Верхний освящен в честь святителя Николая Нижний во имя новомучеников и исповедников российских. Одна из главных храмов святынь – икона с частицей мощей святителя Николая. Ее привезли в храм в 2017 году, когда отмечалось его 30-летие. Среди уникальных список чудотворной Абалакской иконы Пресвятой Богородицы – икона главы предтечи и крестителя Господня Иоанна, которая источала мира. Есть тапочек святителя Спиридона Тремифунского, современника, из подвижника святителя Николая Чудотворца, такого великого, достаточно святого. есть частицы мощей разных святых Георгия Победоносца, святой Равнопостольной Елены, святого Блаженного Андрея Симбирского, Гидеона Афонского, священномоченика, и частица мощей и тапочек от мощей святого Александра Свирского, преподобного. Сегодня стены храма покрыты прекрасной росписью, выполненной мастерами иконописной артели имени преподобного Андрея Рублева в стиле школы великого иконописца. Интересно, что у прихожан хранится кисть, которой начинали работы по храмовой росписи. И вот тогда еще был аукцион, и на этом аукционе, чтобы привлечь деньги, была на аукционе кисть, первая кисть, которая начала роспись этого храма. И вот наша семья, на аукционе мы приобрели эту кисть. И вот в нашей семье хранится эта реликвия. Приходская жизнь Никольского храма насыщена социальными послушаниями. Это и духовное окормление заключенных, и помощь педагогам в работе с программой «Истоки», и самая многочисленная воскресная школа, число воспитанников которой доходило до 250, и православный детский сад, и молодежное движение. Православное молодежное движение базируется в нашем храме приходской. Также у нас есть несколько благотворительных акций, которые мы проводим еженедельно. Это «На корме нуждающегося» такая акция, когда после богослужения каждое воскресенье все желающие могут прийти и пообедать здесь, на территории храма. Попить чай, пообедать, побыть, получить духовное утешение, побеседовать со священником, или пообщаться друг с другом, пообщаться с прихожанами. Кто желает, может всегда прийти и потрудиться на территории храма. И также нуждающиеся или оставшиеся в трудной жизненной ситуации имеют возможность обратиться за помощью. Мы всегда помогаем и продуктовыми наборами, и при необходимости одежды всем желающим. Опора и оплотом для очень многих верующих, составляющих сегодня приходы с сургутских храмов, стал Никольский храм. Его история – это, по сути, история православия Югры. А по кровам верующим – молитвенная помощь святителя Николая, ставшего духовным символом сургута. За что еще в этом мире держаться, если не за Господа? А святитель Николай его называют еще скоропомощником. Наверное, по крайней мере, не каждый человек, но в каждой семье есть какая-то своя история связана с святителем Николаем. Вообще невозможно жить без Бога. Это так важно в каждом человеке в сердце хранить любовь. И я каждое воскресенье прихожу на службу, я стараюсь как можно чаще причащаться, и я очень хочу, чтобы каждый человек, каждый человек в свое время придет к Богу, ну, чтобы это время пришло побыстрее. Поэтому я желаю всем света в душе, ну, и, конечно, мира нам всем на всей земле, на нашей, чтобы он быстрее случился. Всем, всем, всем любви прихода возросли, и с ними храмы, крестов лучами устремившись ввысь, в то небо, где святой ведет корабль, любви волною наполняя жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова